Здравствуйте, друзья! В данном видео поделюсь с вами своим опытом изготовления резцов из быстрореза. Видео будет полезно владельцам маленьких станочков, таких как ТВ-4, ТВ-6, ТВ-7 и менее. Потому что на них очень часто пользуются резцами из быстрорежущей стали, так как их можно сделать маленькими. Они легко перетачиваются. Ну и для хоббийных нужд зачастую их вполне достаточно. Особенно если идет обработка в основном по цветным металлам. Мне очень понравился быстрорез из торцевой дисковой фрезы. Это была очень большая фреза. Вот ее остатки. Добывал из нее быстрорежущую сталь. Вот это все сделано из одной фрезы. Это уже готовые резцы. У меня частенько присутствует нехватка отрезных резцов. Пару-тройку я сломал в начале деятельности. Сейчас вроде бы пока вот эти вот стоят. Также сделал из фрезы, из этой же самой прорезной резец. Пока не пользовался, чтобы можно было вырезать середину. Можно врезаться, отрезать или кольцо, или внутреннюю часть. В общем разделять болванку, чтобы было меньше стружки. Чтобы не высверливать огромное отверстие из-за маленького колечка. А с помощью такого резца сохраняется часть болванки. Также получилось две болванки. И две больших болванки. Еще не знаю куда использовать. Они даже вот совсем не обработаны. Видно, что это была фреза. Фреза была примерно такого диаметра. Вот так вот это все выглядело. И вот эти два резца, они откуда-то отсюда сделаны. Фреза была диаметром 60 миллиметров из быстрорежущей стали R6 M5. Дело в том, что в таких фрезах, еще советская фреза. Используется очень качественный быстрорез. У меня есть подобные вещи. Вот так она выглядит. Но это гораздо менее массивная фреза. То была фреза диаметром 60. Я не переводил старую фрезу. Я нашел на металлоломе уже с отрезанным концом. То есть никуда ее применить было нельзя. Но я решил забрать и пустить ее на резец. Разрезал болгаркой. Процесс очень длительный. У меня слабая болгарка. И диском на 1 миллиметр я разрезал диск. Застриет. Приходится его... Но тут очень важный момент. Диск становится клином. Он бока об быстрорез у него стирается. И он заклинивает как бы получается об него. Поэтому что я делал? Там очень важна техника резания. Это все понятно. Но еще такой нюанс. Можно подтупливать диск. Включал точила, наждак и диск вращающийся. Под затупливал. Главное использовать очки, чтобы не прилетело в глаза ничего. Потому что летит во все стороны. И потом дальше режет более-менее нормально. На все дело, на все про все, чтобы все это разрезать ушло 6 отрезных дисков. Брал самые дешевые. Луго-абразив. Поэтому не жалею. Там они по 10 рублей. Все это мне 50 рублей. Плюс я купил ее рублей за 50 примерно. Может 60. Все эти резцы за 100 рублей. Дальше надо будет обработать вот эти и вот эти. До конца дорезать очень сложно. Такой большой диаметр. Удалось мне прорезать сантиметра на полтора. Остается непрорезанный участок. Что с ним можно сделать? Его можно расколоть старым древним способом. Вот здесь видно раскол. Правда я уже заточил, но чуть-чуть осталось. Но на фотках видно будет этот раскол. Я все фотографировал, документировал. Вот. Ставим фрезу. У нас есть щель. Вот такая. И берем отвертку. Желательно, чтобы жало было клином. Здесь жало слишком выеденное. Чтобы была обычная отвертка с таким плавным заходом. Вбиваем одну отвертку в прорезь. Потом вбиваем рядом вторую, рядом третью. Потом подвбиваем первую вниз. И буквально за 10, а то и за 5 ударов, быстрорез раскалывается. Хотя так, если вы его будете об почву бить, он не расколется. Он довольно прочная вещь. Но таким древним способом с натяжением. Ударчиками он раскалывается. И в последующем я уже обнаглел. У меня был один раскол. Буквально почти сантиметр шириной. То есть надоело мне пилить его. Пилиться, как я уже говорю, не очень хорошо. Чтобы сделать вот эти все болваны, распилить фрезу ушло где-то часов 8 на все. Просто слабая болгарка. Приходилось часто ее охлаждать. Там заниматься другими делами. В среднем вместе с другими делами ушло много времени. В основном на охлаждение. Так что, друзья, смотрите сами, где брать инструмент, где брать быстрорез. Быстрорез здесь очень качественный. Обрабатывать им одно удовольствие. Эти резцы не сделал только лишь потому, что берегу не знаю пока для чего их приспособить. Резцы пока есть в наличии. Может сделаю какие-то мощные отрезные резцы с таким вот усилением, подобным вот этому. Есть у меня мощнейший резец отрезной. Он очень длинный, около 5 сантиметров. А здесь широкая часть режущая усилена. Тут уже самое слабое звено вот этот конец получается. Но вроде бы жесткости ему хватает. Может вот эти сделаю подобно тем же. Таким же образом. Немного о заточке. У меня бывает спрашивают. Я сам конечно не супер специалист. Но заточка в принципе вещь не сложная. Главное иметь прямые руки. Главное здесь вот кончики не закруглить при обработке. Здесь должно быть небольшое сужение. Это все знают. Тут нового ничего не скажу. Чтобы резец сильно не втыкался в деталь. Идет обработка. Если угол будет вот этот слишком большой, то резец обязательно воткнется в деталь на маленьких оборотах естественно. На наших станках отрезать очень удобно на очень малых оборотах. Также в наших станках очень важно знать, что резцедержка не всегда ровная. И резец не всегда стоит как на этой плоскости. Допустим, что он ровно относительно оси шпинделя. Зачастую резцедержка имеет угол вот в таком плане. То есть за счет долгой эксплуатации старая резцедержка постоянно проминается вниз. Не знаю, как это показать. Резец стоит вот под углом. Я грубо показываю. Под таким углом. И уже применительно к вашему станку важно знать, какой угол больше заточить, какой меньше. Приходится вот так вот извращаться. Я, например, этот момент учитываю. Потому что вы идеально заточите резец. Вот эти два угла заточите идеально ровно под одним углом. Скос этот сделаете. А поставите в резцедержку, он у вас вот так будет. Одним концом цеплять, другой будет слишком большой. В итоге резания никакого не получится. Поэтому учитывайте это. Лучше всего, конечно, шлифануть или построгать резцедержку прямо на станке. Есть методы, я видел в интернете. Но у меня немножко резцедержка косит. Я делаю поправку. Еще в будущем, конечно, я ее усовершенствую. Тем более есть фрезер. Уже знаю как. В общем, такое коротенькое видео. На этом все. Кому видео было полезно, Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всех благодарю за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok